Ежегодно в самую культурную акцию «Ночь музеев» каждый музей мира предлагает свою уникальную программу. Истринский музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» нашел, чем удивить посетителей. С шести часов до полуночи совершенно бесплатно работали восемь экспозиций. Неожиданно среди них оказалась выставка Ивана Шишкина. Ее продлили в связи с акцией до 28 мая. Любой желающий мог присоединиться к бесплатной экскурсии. Они проводились каждые полчаса во всех залах музея. Вы увидите 20 живописных полотен, представленных четырьмя музеями. А вот какие полотенки нам представлены, мы с вами увидим на выставке. Вторым, но уже долгожданным подарком ночи стало открытие выставки «Исаак Левитан» – мастер русского пейзажа. Слышали просто, что выставка Левитана будет проходить. И Шишкин, и Левитан как бы совместно со всей Россией, с музеем, со всех. Поэтому хотелось посмотреть, заехать сюда. А мне она нравится. Совсем по-другому смотришь. Днем это одно, ночью это другое. Тут прямо с себя приходишь и смотришь эти самые картинки, смотришь эти самые люди, все такие заинтересованные. Экспозиция охватывает почти всю географию любимых мест художника. В ней собрано 35 наиболее ярких полотен, привезенных из 14 музеев и нескольких частных коллекций. Уникально то, что у нас появилось так много работ из такого огромного собрания, из такого большого количества музеев, потому что сама география наших музеев-участников, она охватывает практически всю страну, заканчивая Уралом. То есть у нас две самые дальние точки, это Крым и Уфа. Это вот самые дальние места, из которых к нам приезжали картины. Больше всего внимания публике, конечно же, река Истра привлекает, потому что это работа, которая отражает наши места, ту самую знаменитую дружбу Левитана и Чехова. И у нас представлена и сама работа река Истра, этюд к ней. По достоинству гости оценили не только выставку. Очень необычный, необычный комплекс, интересная подборка картин, очень понравилось. Здание необычное, постройка, архитектура. И окрестности тут красивые. Спасибо, очень приятно. Скажите, к нам еще вернитесь. Конечно. Хотим посетить монастырь. Да, обязательно. Да. Понравилось. В следующий раз приедем в монастырь. По вопросу развития Нового Иерусалима, 19 мая музейно-выставочный комплекс посетил губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев. С новой концепцией мог ознакомиться каждый желающий. Рядом с выставкой Левитана расположился макет единого комплекса, монастырь и музейно-выставочный комплекс и парковая зона, а на стенах фотографии будущего. Около мельницы, каток, замечательно, что можно будет сходить с семьей и покататься в таком красивом месте, заодно приобщиться к прекрасному одновременно. А купель будет оборудована, вот я вижу, да, где можно будет в крещение приходить купаться. Очень замечательно, что такие проекты осуществляются в нашем городе. Задача главным образом объединить эти два объекта, создать комфортную инфраструктуру, удобную навигацию, комфортную общественную территорию вокруг этих объектов. Новый Иерусалимский музей есть и некая часть Нового Иерусалимского монастыря. Мы планируем открытие постоянной экспозиции Нового Иерусалима со всей истории. Это будет историческая экспозиция, порядка полутора тысяч квадратных метров, которую мы планируем открыть уже в этом году. Мы не боимся работы, мы не боимся трудностей. И концепцию эту одобрил губернатор Московской области. А значит, эта концепция жизнеспособна, и значит, она будет реализована. Конечно, она не будет реализована за месяц. Эта работа большая, огромная. В скором времени в парковой зоне начнутся первые работы. А в постоянной композиции Новый Иерусалим представят уникальные сокровища из коллекции фонда «Дары Романовых». Алена Кудырько, Михаил Моралов, Истра РФ